Доброе утро, Новая Атлантида! Доброе утро, Новая Атлантида! Доброе утро, Новая Атлантида! Доброе утро, Новая Атлантида! Я первый раз приехал, и мы приехали только зажигать. Мое мнение, вообще отличное мероприятие, только мы мало валялись в грязи на самом деле. Потому что вот сейчас я иду, мыться меня тут поймали, считайте, из душа вытащили. Вот так вот. Так что вообще было все отлично, вот просто. Впечатления просто вообще великолепные, такого вот у меня лично в моей жизни такого никогда не было, чтобы было так весело, так интересно. У нас вообще все дети настолько дружные, настолько веселые, лагерь просто супер вообще. Я настолько жалею, что я здесь только первый раз, хотя, может быть, это и к лучшему, ведь еще можно много раз съездить. Вот мероприятие просто великолепное, я хочу, чтобы такое было каждый день. Вот у меня само внимание не обращает, я еще почесаться не успела, веродеться тоже. Но, в общем, это самое прикольное, что и в грязи повалялись, и фигуры разных стадов, в общем, супер вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Я от сегодняшнего мероприятия ожидала много, ну, большего, чем было в этот раз. У нас хотелось больше повеселиться, побольше испытаний, чтобы можно было проявить себя в них, ну, что еще сказать. Хотелось вообще больше проявить себя в каких-то конкурсах, чтобы на нас посмотрели и оценили наши способности. Вот. И очень многим не то, что не понравилось, все ожидали что-то более такое фееричного, что-то такого торжественного. Может быть, это из-за погоды, потому что сегодня был дождь, но я считаю, хоть и тоже вчера был дождь, но были какие-то станции, были какие-то интересные задания. И считаю, что надо было это как-то более все продумать. Ну, по поводу сегодняшнего крестцела, как сказать, мне он не особо понравился. Почему? Было, наверное, ну, как-то слишком вяло, потому что мы ждали своего очереди на выступление где-то полчаса, ждали этого в мокрых кустах, где-то прятавшись. Единственное, что мне понравилось, идея, это когда мы все на скамейку залазили, это да, было весело, но до этого как-то не особо получилось. И не потому, что нас там с кричалками не вышли, что-то такое, ну, было, правда, как-то не весело. Я делал себя специально для грязи, там, лужи, все, слюни там на кулак, извините. Ну, вот. А получилось как-то не то, чего я ожидал даже. И как? Было слишком, что ли, скучно и неактивно. Единственное, что было в конце танцы хорошее, но они уже не особо заводили после того, как мы ждали всего этого дела. А потом мы просто туда пришли, быстро отстрелялись и ушли опять обратно ждать наши очереди. Ну, еще вот понравилась идея насчет выкладывания новой Атлантиды буквами. Ну, по сравнению еще с прошлым годом, хотелось бы сказать, вот я еду второй уже год, и там было как-то повеселее. С КСМ мы бегали, были задания, было весело. А в этот раз вот как-то, ну, не то, чего я хотел. Тем более марш тут, в этом лагере, оценится как принудительная работа, наверное, скорее. Поэтому его как-то не все особо, да, любивают. Вот, наверное, мне поэтому не особо понравилось. Хотелось бы что-то посвежее, так, побыстрее, поактивнее. И по сравнению с вчерашним днем, как-то меня не слишком радует. Вечер песни – одна из традиций сборов творческой молодежи. В этот раз в Новую Атлантиду приехали гости, которые приняли самое непосредственное участие в нем. Комиссарам удалось создать неповторимую атмосферу теплоты, доверия, душевного отдыха. Ведь не так часто мы слышим живую музыку, пение под гитару, без фонограмм. Трудно было удержаться и не спеть вместе с ними. Да никто и не скрывал своих эмоций – улыбок, слез, аплодисментов. Это был действительно вечер живой музыки с открытыми, искренними комиссарами. Началось мероприятие, друзья. Пока началось мероприятие, сейчас выступает Татьяна Владимировна Осипова. Поэтому мы решили выйти и сказать пару слов. Это Саша Меломед. Меня зовут Леша Котельников. Мы ветераны и инвалиды педотряда «Крылатый». Он потерял до речи уже, потому что он устал. Он работает на работе по 12 часов. Мы приехали сюда, вырвались на выходные именно ради этого духа, лагеря. И очень рады, что вы все-таки вырвались. И мы очень довольны, что мы здесь. Черт, это так ностальгично, друзья. Это так, ну, это так, что мы приехали. Вот. Вот. Я пустая и холодная, острым лезвием боль ранит сердце меня. Кареглазая, темноволосая, и как мама, немного курносая. Кареглазая, темноволосая, и как мама, немного курносая. Я все равно я люблю тебя, такую тебя, плохую тебя, такую. Бог мне послал, мне послал. Я забуду дождь, я забуду дождь, и не вернешься, и не придешь. Только лишь роза в базе моей, без воды уже несколько дней. Я забуду дождь, вчерашний дождь, но не проходит предсмертная дрожь. Роза замяла в базе моей уже несколько дней. И если мы, комиссары, сядем в зрительный зал, мы хотели бы, чтобы все вы, кто приехал на сборы творческой молодежи, уже уверенно, уже не используя ваши рабочие тетради, спели то, что пели ваши комиссары. На этом наш выпуск завершен. Желаю вам удачи в сегодняшнем конкурсе под названием «Зеленое яблоко». С вами была Виолетта Игнартова. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова